В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. День памяти и скорби. 82 года назад началась Великая Отечественная война. Это день, самый трагический день, наверное, в нашей новейшей истории. Глава муниципалитета выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе. На седании Совета по местному самоправлению президент Российской Федерации подчеркнул важность участия населения в принятии решений по развитию территории. Соблюдаются ли правила оплаты в общественном транспорте? Билеты – это только ваша ответственность, понимаете? Вы ехали без билета. За это предусмотрена административная ответственность. Ленинский округ присоединился к всероссийской патриотической акции «Свеча памяти». 22 июня в 4 часа утра на Аллее Славы города Видное почтили память земляков, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. Подробности в нашем репортаже. Ранним утром в памятный день начала Великой Отечественной войны на Аллее Славы появилась мемориальная надпись из свечей «Помните». Маленькие яркие огоньки рядом с большим вечным огнем стали символом того, что каждый герой далеких сражений не забыт. Мы видим, какое количество людей, причем от ветеранов, которые, будем говорить, помнят те дни, дети войны, до самого-самого молодого поколения. Люди без какого-то приказа сегодня здесь стоят с свечами, с цветами. И это самая ценная память. Представители администрации, депутатского корпуса, молодежных объединений, ветераны и жители города почтили память 33 тысяч погибших земляков в минуты молчания и возложили цветы. Для каждого человека на просторах нашей необъятной Родины это день самый трагический день, наверное, в нашей новейшей истории. День, когда мы вспоминаем всех тех, кого мы потеряли в годы Великой Отечественной войны. 82 года прошло с той датой. Но в душе многих представителей старшего поколения она до сих пор отзывается не только болью, но и гордостью за своих предков, что подарили мирное небо над головой. Мы не только выстояли. Мы показали пример всему человечеству, что русский народ, наша героическая история, это непобедимый мир, который был, есть и будет всегда. 22 июня. Памятная дата в истории каждой семьи большой многонациональной страны. Миллионы свечей зажгли сегодня потомки героев Великой Отечественной войны. Никто не забыт и ничто не забыто. Галина Житкова, Наталья Чепурная, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Акция памяти прошла в Центре профессиональной подготовки имени Героя России майора милиции Валерия Тенькова. Поздно вечером 21 июня. Около 300 слушателей и сотрудников приняли в ней участие. 22 июня 1941 года в 4 утра началась самая жестокая, самая правополитная война. Важно, чтобы новые поколения хранили память о Великой Отечественной войне. Это необходимо для уверенного взгляда в будущее, знать во имя чего и благодаря кому мы с вами живем. В эти священные дни для истории нашего государства, нашей страны, нашей русской земли, многие-многие сотни тысяч наших сограждан собираются у памятников, у памятных мест, упоминая всех погибших, принесших свои души на алтарь войны, для того, чтобы мы с вами могли жить, дышать, радоваться, рожать детей, любить свою Родину, конечно, ее защищать. Слушатели центра выстроились таким образом, что с высоты птичьего полета можно было прочитать слово «Помним», а еще ставшую знаковой букву «З». Особенно ярко это стало видно, когда в руках у каждого зажглась свеча. «Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили». Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась война. Ради мирного неба, ради будущего нашей Родины и наших детей каждый год 22 июня мы вспоминаем тех, кому обязаны жизнью. В Центральном парке прошла познавательная игровая программа для детей, посвященная Дню памяти и скорби. В ней приняли участие ребята из пришкольных лагерей. «Каждый ребенок должен знать героя, особенно если он есть в его семье. Поинтересуйтесь у своих бабушек, дедушек, пусть они расскажут, что помнят их родители». Юные участники мероприятия, которое прошло в Центральном парке в День памяти и скорби, с интересом слушали и участвовали в беседе. Многим из них дома рассказывали об их героических предках. «Сегодня День памяти и скорби. Я могу сказать, что у меня на войне был прадедушка. И он выиграл Великую Отечественную войну». У меня прадедушка Коля, он перевозил продукты по озеру, я не помню, как называется, по дороге жизни. У меня воевал прадедушка, он был в блокаде Ленинграда, он прошел эту войну, но у него было раение в легких сильное, но потом он прожил 3-4 года, ну и в конце умер. Организаторы мероприятия предложили ребятам пройти почти военные испытания. Дети строили башни, обезвреживали мины и преодолевали полосу препятствий. Все участники программы с удовольствием прошли предложенные испытания. Ребята показали свою ловкость и умение. Этим мирным июньским днем потомки героев абсолютно точно знали, кого благодарить за свое беззаботное детство. Марина Носова, Кирилл Иванов и Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Здравоохранение, образование, дороги, жилищно-коммунальное хозяйство. Вот основные темы ежегодного отчета главы Ленинского городского округа. О чем еще в своем докладе говорил Алексей Спаский, узнаем в репортаже Юлии Пагасьян. Как за последний год изменилась ситуация в Ленинском городском округе? Чем сегодня живет муниципалитет? О масштабных реконструкциях дорог, строительстве социальных объектов, среди которых многочисленные детские сады, школы и медицинские учреждения. О благоустройстве и перспективах развития на своем ежегодном отчете рассказал глава округа Алексей Спаский, который отметил, что все это было бы невозможным без поддержки губернатора Московской области. За 10 лет Московская область получила всестороннее развитие благодаря эффективному управлению, внедрению новейших технологий и чуткому отношению к каждому жителю. На прошлой неделе состоялась 27-я конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», на которой мы единогласно выбрали кандидата на предстоящие выборы губернатора Московской области. Нашу партию представит действующий глава региона Андрей Юрьевич Воробьев. Это сильный лидер, чью кандидатуру поддержал не только мы, но и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В таком же лидерском ключе предпочитает двигаться и глава Ленинского городского округа Алексей Спаский, работу которого высоко оценивают коллеги – сотрудники администрации, управления и муниципальных учреждений, представители совета депутатов и общественных организаций. Мне, как житель уже давно Ленинского городского округа, импонирует и даже гордость берет за то, что наш округ по итогам работы года и того, и следующего года, и тех годов, все-таки выходит в первую десятку. Это, конечно, дорогого стоит. Считаю, что наш округ выглядит довольно-таки солидно, и хочется, что пусть он процветает дальше и дальше. Нужно делать, делать и делать. Отчет был емкий. Мы увидели положительную динамику. Ее видят и наши жители, ее видит и администрация, видит и губернатор. Наш округ вообще, в принципе, локомотивный, да, то есть мы многие инновационные вещи пытаемся внедрять. И это позитивно сказывается на динамике именно то, что воплощается на земле, да, как говорится, то есть то, что видят люди. Быстро развиваемся, быстрых темпов идет именно строительство, потому что мы же живем именно быстро растущим. Обращаясь к главе, естественно, в команде из губернаторской программы, большое внимание уделяется именно социальной инфраструктуре. В своем отчете Алексей Спасский акцент сделал на множестве важных социально-экономических тем, среди которых дороги. Строительство инновационной автомобильной трассы Юла, реконструкция Каширского шоссе, плановый текущий ремонт проезжих частей округа. Затронул и вопрос благоустройства. На заседании Совета по местному самоправлению президент Российской Федерации подчеркнул важность участия населения в принятии решений по развитию территории. И хорошим примером такого взаимодействия стало голосование в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды на выбор объектов благоустройства на 2024 год. Предложения городских активистов были учтены и при формировании концепции благоустройства Видновского лесопарка. Данный объект включен в программу «Парки в лесу» и будет сдан осенью текущего года. В рамках ежегодного отчета главы Ленинский городской округ посетила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, которая от имени губернатора региона наградила заслуженных работников муниципалитета и передала напутственные слова в адрес сотрудников администрации. Остается пожелать, знаете, удачи вряд ли, наверное, удачи и так с вами, она и так с нами. Пожелать скорейшего исполнения планов, ввести все то, что запланировали, может быть, чуть-чуть раньше, чтобы чуть-чуть раньше порадовать людей. Стабильной экономики, стабильного бюджета и стабильного понимания и правильного взаимоотношения, ну и продолжение дальнейшей командной работы. Алексей Спасский не перестает повторять. Главное, задача власти быть в диалоге с населением и вместе формировать комфортную среду для жизни. Юлия Погасьян, Сергей Ларин, Кирилл Ломанов, Ольга Садовская. Видно этого. Сотрудники административно-пассажирской инспекции Московской области проверили, как соблюдается правило оплаты проезда в автобусах 367 маршрута. В рейд отправилась и наша съемочная группа. Оплатить проезд в общественном транспорте Московской области можно только безналичным способом – стрелкой, банковскими или социальными картами. В административно-пассажирскую инспекцию Подмосковья поступили жалобы от жителей микрорайона «Пригород Лесное», пользующихся 367-м автобусным маршрутом. Водители ссылаются на то, что валидатор не работает и требует оплачивать проезд переводом на их карты. Ежедневно практически выявляется порядка двух-трех нарушителей среди водителей за нарушение финансовой дисциплины, непредоставление возможности оплаты едиными транспортными картами, банковскими картами и порядка 10-15 пассажиров, которые не имеют при себе документа, билета, подтверждающего оплату проезда. В ходе рейда контролеры выявили нарушителя пассажира. Мужчина оплатил проезд, но только наличными, и поэтому билета у него не было. Инспекторы оштрафовали и пассажира, и водителя автобуса. Билет – это только ваша ответственность, понимаете? Вы ехали без билета, за это предусмотрена административная ответственность. Данный маршрут очень напряженный, очень много пассажиров, большой пассажиропоток, и периодически проходят проверки. Штрафные санкции за безбилетный проезд для пассажиров – тысяча рублей, для водителя автобуса – в пять раз больше. В случае неоплаты данного штрафа и с течения данного срока 60 дней штраф увеличится в двукратном размере. С сегодняшнего дня на регулярной основе мы будем проверять не только 367 маршрут, но также 871 маршрут и маршрут 471к. Так как на данные маршруты поступает достаточно большое количество жалоб от пассажиров по вопросу приема единых транспортных карт. Проверки на маршруте 367 автобуса будут проходить ежедневно на протяжении двух недель. Основная задача инспекторов – приучить и пассажиров, и водителей оплачивать проезд правильно. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В июне на станции Расторгуева на железнодорожных путях поезд насмерть сбил 22-летнего мужчину. К сожалению, такие случаи не редкость. Для предотвращения подобных трагедий регулярно проводятся профилактические рейды. Девять часов утра, будний день. На станции Расторгуева многолюдно, час пик в самом разгаре. Пассажиры торопятся успеть на электричке, кто-то бежит по мосту и платформе, а кто-то, минуя турникеты, идет напрямую по железнодорожным путям. Очень часто такая спешка заканчивается для них весьма плачевно. 14.06. произошел смертельный случай. Погиб молодой человек 2001 года рождения. Когда находишься в пределах РЖД инфраструктуры, нужно быть очень внимательным и соблюдать правила. Как правило, на железной дороге инвалидов не остается. Это всегда смертельные и несчастные случаи. Это очень страшно, потому что, несмотря на все профилактические мероприятия, народ продолжает нарушать. И это уже третий смертельный случай на железнодорожных путях в Ленинском городском округе с начала года. Увы, находятся лихие головы, готовые рискнуть жизнью ради пары минут или сэкономленных 200 рублей. Не останавливает горе пассажиров ни опасность попасть под несущийся поезд, ни штрафы. Это является административным правонарушением. Это часть 5 ст. 11.1 Кодекса об административных правонарушениях. В данном случае, если несовершеннолетний гражданин, не достигший 18 лет, он доставляется в отделение по делам несовершеннолетних. Решение о наказании данного несовершеннолетнего принимается только комиссией по делам несовершеннолетних. Совершеннолетних же нарушителей стражи порядка доставляют дежурную часть, где после оформления выписывается штраф. Администрация муниципалитета совместно с транспортной полицией регулярно проводит профилактические рейды на станциях, где не устают напоминать людям о правилах безопасного поведения на железной дороге. Я надеюсь, вы это понимаете, не нарушаете, переходите только в строгу установленных мест. Я всегда пытаюсь как-то соблюдать безопасность, потому что риски, скажем так, не стоят жизни. Если нет никаких вариантов, конечно же, лучше какой-то другой вид транспорта для себя избрать, чтобы добраться безопасно. Также ведется регулярная просветительская работа в образовательных учреждениях. И это приносит свои плоды. Смертельных случаев на железнодорожных путях все же становится меньше. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok